Каждый, кто смотрел фантастический фильм «Матрица» или «13 этаж», наверняка думал, вдруг он существует, этот виртуальный мир, и мы его жители. Философ из Оксфорда Ник Бостром предположил, вероятность того, что мы живем в «Матрице», не менее 33%. Почему так много? Есть три варианта ответов на этот вопрос. Первый говорит, что создать виртуальные симуляции невозможно. Второй, что возможно, но наши потомки не станут заниматься такой ерундой. Третий вариант не отрицает возможность создания потомками симуляции, но тогда их будет слишком много, а мир только один. И значит, скорее всего, мы находимся в симуляции, а не в реальном мире. Сама концепция того, что может существовать то, что мы называем сейчас виртуальной реальностью, это концепция не XX века, а XIX. Грубо говоря, ее истоки следует искать в 40-х годах XIX века, когда знаменитый немецкий естествоиспытатель Йоханн Мюллер сформулировал так называемую доктрину Мюллера, которая гласит, если у вас есть любой рецептор, например, рецептор, подходящий к глазам или отходящий от уха, или один из многочисленных рецепторов, передающий тактильное ощущение. Нервы, подходящие к этим рецепторам и передающий сигнал в мозг, они одинаковые. И интенсивность, и энергия нервных импульсов тоже одинаковы. Как только была сформулирована доктрина Мюллера, стало понятно, что теоретически можно воздействовать только на мозг и стимулируя конкретные области создавать виртуальные реальности, порождая у человека ощущение, что он находится на лужайке возле леса или парит над черной дырой, а может борется с драконами во вселенной Гарри Поттера. Если мы будем знать структуру всех синаптических соединений конкретного человеческого мозга, теоретически мы можем реконструировать всю эту картину. С точки зрения Пенроуза, лауреата Нобелевской премии, сознание человека не заключено в одних нейронах и синаптических соединениях. По его версии, внутри мозгового вещества существуют крохотные нанотрубочки, в которых живет квантово-механическая картинка со сложными системами. И именно квантовость существенна для понимания того, что происходит в сознании. А это означает, что поскольку размеры квантовых ячеек, они очень маленькие, 10 минус 34 метр, но конечные. И это означает, что максимальная информация, содержащаяся в любом объекте, в том числе и в нас с вами, она тоже конечна. И ее несложно посчитать. Некоторые физики и философы уверены в том, что человечество давно уже живет в виртуальной реальности, которая, по их мнению, была создана нашими потомками из будущего. И мы не видим это будущее только потому, что находимся внутри программы. Аргументировать такое предположение трудно, поскольку проверить его не представляется возможным. Есть более интересное наблюдение, которое не требует никаких виртуальных реальностей и не требует предположения о том, что мы находимся в виртуальной реальности, созданной нашими потомками в день 2160-м году. Она заключается в еще одной фундаментальной особенности, на этот раз квантовой механики. Квантовая механика учит, что даже полная пустота не пуста. Если из нее убрать все элементарные частицы, в оставшемся вакууме будут возникать всевозможные образования. Легендарный канадский космолог Дон Пейдж предположил, что в виде вакуумных флуктуаций там может появиться мозг, полный фальшивых воспоминаний, воображающий себя наблюдателем. Дон Пейдж назвал этот вот подобный случайным образом возникающий квантовый мозг, он назвал его по имени Больцмана, Людвига Больцмана, известного физика 19 века. Поэтому с тех пор с его легкой руки так и повелось называть вот эти вот неожиданные, никем ранее, непредсказанные до Пейджа объекты Больцмановскими мозгами. Вероятность появления в вакууме Больцмановского мозга, воображающего себя наблюдателем, физики пока не готовы до конца принять. Вопросов много. Например, чему соответствует Больцмановский мозг в общем мультиверсе? Мультиверс – это концепция, которая впервые возникла в квантовой механике, так называемой интерпретации многих миров, которая говорит о том, что наблюдаемая нами Вселенная не единственная, что существуют и другие Вселенные. Таких Вселенных, по идее, очень-очень много, если не бесконечно. И это означает, что любой Больцмановский мозг, сколь бы причудлив он ни был, он должен соответствовать какому-то наблюдателю хотя бы в одной из этих многих Вселенных. Возможно, условие того, что во Вселенной должна существовать не просто жизнь, а разумная жизнь, это условие уже и даже не на саму Вселенную, а на мультиверс. Мультиверс необходим для самосогласованности существующего сознания. Вот такая гиппульсия.